Так, друзья, волей судьбы я оказалась в Олимпийском парке, поэтому вуаля, кто его любит, кто его ждет. Олимпийский пар, и Меретинка ждет нас сегодня в этом сюжете. Здесь, смотрю, много переделочек происходит. Раз, вот там что-то два, три, четыре. В общем, пойдем смотреть. Конечно, людей не так много, как ждал слить, но первое. Почему? Хотя, может, у нас еще все ожидает. Вечер уже, вечер, друзья. И третий день, все-таки у нас открыты набережные, скверы, парки и все прочее. И поэтому молва идет, люди едут, люди выходят. Сегодня у нас, кстати, 40 градусов было. 40. Давайте смотреть, чего же здесь происходит такого интересного. Температура водички 22. Я сегодня прямо с удовольствием наплавалась, накупалась у себя на пляже. Успевать надо все. Еще два месяца всего лишь. Надо и накупаться, и денег заработать, и детей накупать. Поэтому, в первую очередь, конечно, что детей, а не себя. Поэтому умудряемся помидоры вырастить. Все-таки участок дали. Поэтому я обожаю просто ростить помидоры. Не знаю, какую я их и кушать, и выращивать люблю. Такая привитая любовь с детства моей мамы. Как-то все немножко глухо, на мой взгляд. Просто, когда я сюда приезжала, когда мы приезжали, последний раз в марте. Где-то перед 31-м. Ну, как раз перед всей этой заварушкой. Прямо все активно было. А сейчас, наверное, через недельку, как только народ побольше пойдет, все заработает. Меня больше интересуют, конечно, вот эти вот перекусные кафешки быстро. Почему-то все глухо. Ну, давайте до набережной посмотрим. Да, все прямо. Тишина. На центральной набережной Адлера вчера я вам показывала. Ой, сегодня. Смотрите, там и тир открыт. И много чего открыто. Людей очень много. А, ну вот одни вышли поработать. Начали. Вот они открыты. Работаете, да? Или еще нет? Нет. А когда будете работать? На днях, завтра будете завтра. Хорошо. Это очень хорошо. Ну, скорее... А, нет, вот, подожди, вот работают. Ну, это получается их собственное решение, так как людей немного. Видимо, договорились либо по очереди открываться, либо наши зрели кинули, кто первый. Людей немного, скорее всего, с этим связано. Сейчас молва пойдет. Сюжетики пойдут. Люди узнают, что можно сюда идти, что здесь здорово, и пойдет все заработает. Так. Так. Так только. Тароход запрещен. Слава богу, что нет железного забора. Железного бетона. Как в Анапе. Прям забор такой построили, знаете. И сеткой обтянули этих страж порядка, поставили. Вот. Ну, да, и то хорошо. А здесь постигали. То есть, если до этого не было страж порядка, вот там прямо, как, знаешь, прям стоят, то с сегодняшнего дня поставили. Ну, несмотря на все, там столько людей на центральном пляже. Люди просто обходят эти заборчики и идут, загорают. Можете посмотреть сюжетик. Так. Давайте посмотрим, сколько людей. Ну, не забывайте, что сейчас вечер уже. Там слышу где-то кто-то. Оп. Купается. Сейчас главное, как говорится, не качество, а главное посмотреть, сколько людей принимает солнечные морские ванны. При условии, что сейчас, друзья, 7 часов где-то. 7 часов вечера я снимаю этот сюжет. Вот и смотрите. Как они все сюда добрались? Да, легко. Но, опа, вот так вот. Но людей все больше и больше, я вам так скажу. Сейчас расскажу. Вот, допустим, как мне рассказывала моя знакомая приехала. Друзья, я рассказываю только то, что знаю точно. Вот точно НРК, либо это мои близкие друзья, знакомые, которым я могу доверять по информации, то и рассказываю. Вот, допустим, у меня знакомая, каждый выходной прилетает в Сочи. Вот выходные, которые у нас прошли, рассказываю, как она сюда прилетела. У нее есть недвижимость в Анапе, но отдыхает она в Сочи каждые выходные. Она сказала, что в аэропорту Сочи поставили, то есть распределили как бы по, чтобы люди проходили по коридорам или, как сказать, пропускным пунктам. То есть с недвижимостью свой коридорчик, в санатории свой коридорчик, к родственникам свой коридорчик. Но, говорит, иногда люди могут, где меньше всего людей, туда и идут. Но, как бы, принцип такой. Значит, у нее есть недвижимость, были с собой документы, их даже не посмотрели, спросили цель пребывания. Подписала документы на обсервацию 14 дней, справку о здоровье ее не потребовали у нее, документы на квартиру даже не посмотрели. Она просто сказала, что у нее есть жилье в Краснодарском праве. Все. Вот так вы спрашиваете, как пребывают. То есть многие не соблюдают обсервацию и готовы заплатить штраф. Она сказала, 4 тысячи штраф. Потому что она улетает обратно, то есть на выходные прилетает, говорит, и буду платить штраф 4 тысячи. За нарушение сроков, то что она здесь 14 дней не находится, возвращается назад в Москву. Вот так к нам приезжают. Но хочу заметить, что меняется все каждый день. Пока так. И насколько я вижу, да, пляжи я вам показала, то что, несмотря на постановление, заявление о закрытии пляжей, людей никто не трогает, люди загорают. Правда, вот некоторые центральные пляжи в некоторых курортных городах, вот, допустим, Анапе я вам показывала, они закрыты, прям конкретно закрыты. Но люди все равно находят обходные пути и все равно заходят и загорают. Посмотрите, в сюжете про Анапу, сколько людей там сейчас загорает сегодня. Но какой же красивый закат вот с этого места. Плюс вот это вот, вот этот песок, ребятня, испарения поднимаются. Сейчас я проводила прямой эфирчик, здесь же все на канале. И вот, зашли мы до сюда. И нашли вот такую вот красоту, со стеснями зрителями. Вода 22, напоминаю, температура воздуха сегодня 40 было. Надо же, вот так кресло-качалку. Мы сетер тоже такую хотим. Видно же, что самодельная. Смотри, она. Два обруча. Вот так вот тут соединили и вот тут. И тебя сниму. Очень нам понравились эти качельки, да? Все. Такие же все хотим. А еще? Ну, где они только такую тесьму брали? Интересно. С швейным, но она крепкая такая. А может, в хозяйственном продаются. А еще, Вике, что здесь нравится? Все. Куклы вот эти, да? Лялики. 3000. Это летняя кафешечка. И сувениры у них вот здесь. Здесь кафешка. Вчера вечером здесь много людей сидело. Вот гамачочек такой. Качелька гама. Класс. Восторги просто мы. Вот смотри, подожди, давай запишем, чтобы знать, как у нас появится возможность саду мы такое сделаем. Так вот обмотали, узлы вот такие навязали. И вот здесь вот скрепили. Вот так вот. Да, все, мама засняла. Будем знать, как качельку такую делать. А, точно, да. И вот у этой спинка выше, видишь? И вот так завязано. А ну-ка поменяйся. Попробуй на той, какая разница будет между ними. По ощущениям. Садись. Садись. Хуже? Какая тебе больше нравится? Здесь больше, как бы, видишь, в полулежачем состоянии. Ты, как бы, туда уезжаешь. А здесь попрямее, да? Тут можно зато вот так крутиться. Да? Вот так можно закручиваться. У-у-у-у-у-у. А еще не нету шли. Все, давайте. Как у нас эта кафешка-то называется? У нее название какое? Нету названия. Ну, вот, в общем, вот здесь, возле вагонного депо остановки. Останови ее, Ленина 165. Кафешечка. Давай. Вон, меню покажем. Вообще, тут всегда много людей. Видимо, очень вкусно. Так. Так, 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 так. Что тут сытно? Бургеры. Куриные крылья. Кормим завтраками, обедами, закусочки. Ну, что, пойдемте? Нет, теперь мы отсюда точно еще долго не уйдем. Да? Ну, пойдем уже. И розочка. Живая? Нет, не живая. Пошлите. Еще потом, еще покачаемся. Только, наверное, скоро здесь народу будет, не пропихнешься. Как же всех тебе нравится? Вот, желтенькая, красивая. А мне бирюзовая. А Вики тоже вот эта бирюзовая. Нет. А, они одинаковые. А, вот эта? Да, вот эта тебе нравится. Ну, три тысячи. Может, шикарную куклу на три тысячи. Это, мне кажется, ей не поиграешь. Она сувенирная. Она быстро испортится, вид у нее. Но Вика сильно хочет, да? А мама говорит, нет, Вика. Денег нету. Это не кукла, а манекен. Ну, Вика, конечно, называет манекен, потому что нет. Я тоже, блин, нету, как это нету, рота ему. О, это, да, рта, носа, глаза, брови. Ну, такое, видимо, это стиль. Вика. Вика.